Итоги саммита НАТО. К 2075 году экономика Индии может стать второй в мире. Себестоимость ремонта квартир вырастет на 11%. Новостройки в России дороже вторички примерно на 41%. В Минпромторге договорились удерживать цены на отечественные авто. Эти и другие экономические новости мы с вами обозреваем сегодня. Рад всех вас приветствовать. Всем бодрого начала дня, если смотрите меня. Утром, напомню, у нас прямо сейчас идет бесплатный онлайн-марафон по инвестициям в бизнес. Кому актуально присоединяйтесь, подробно разбираем эту тему. И давайте посмотрим на графики, на то, что у нас происходит. Я вот вместе с вами прямо открою самые свежие данные. Потому что пока мы их готовим, у нас бывает, что перетрубации какие-то сильные происходят. Итак, в текущий момент российский фондовый рынок рвет все выше и выше. Продолжается его ралли с начала года. В общем-то, такое весеннее зеленое ралли. Ждем, когда же произойдет очередной черный лебедь. Америка в целом тоже подросла довольно неплохо в последнее время. И нефть идет вверх. Но доллар вы и так сами знаете, наверное, что уже выше 90 рублей. Сейчас вот около 91 рубля примерно в текущий момент доллар находится. Соответственно, если он продержится относительно долго на этой позиции, то скорее всего мы увидим рост цен на многие импортные товары. Будь то автомобили, будь то технику, будь то многие другие вещи. Биткоин. Но биткоин пока без сильных изменений. Чуть выше 30 тысяч долларов замер на своем новом плато. И давайте перейдем к новостям. В Вильнюсе прошел саммит НАТО. Что там сказали? Ну, в общем-то, ожидаемые вещи. Россия – самая серьезная угроза безопасности НАТО. Россия не будет считаться партнером НАТО, пока не прекратит агрессивное поведение. Не начнет соблюдать правила. НАТО призывает все страны прекратить оказание любой помощи России при проведении спецопераций на Украине. И углубление сотрудничества России и Китая противоречит ценностям и интересам НАТО. То есть пытаются вот большую дружбу России и Китая несколько подпрервать. Приоритеты при этом у стран НАТО будут следующие, что они обязуются ежегодно инвестировать в оборону не менее 2% ВВП и не менее 20% оборонных своих бюджетов. И для укрепления взаимодействия с ООН офис НАТО может быть открыт в Женеве. Госдума утвердила отчет об исполнении федерального бюджета за 2022 год с дефицитом почти в 3,3 триллиона рублей. Вот такой дефицит бюджета у нас был по итогам 2022 года. Ну а по итогам этого года ожидалось, то есть в планах было 3 триллиона дефицит. Доход 26, расходы 29 триллионов примерно. Но этот дефицит был уже реализован за первое полугодие. Поэтому если во втором также дефицит сохранится, то из этих целей можно и выбиться. По итогам 2022 года доля нефтегазовых доходов составила около 42%. Это к вопросу о том, какую долю нефтегаз составляют в бюджете страны. Вот примерно 42% это именно доходы от нефтегаза. А не нефтегазовые примерно 58% соответственно. Но зато инфляция в России остается умеренной и не превышает 3,5%, что является одним из самых низких показателей в мире, заявляет нам премьер Михаил Мишустин. Но имеется ввиду собственно вот начало этого года, поскольку инфляция вся основная была в прошлом году. Она так сильно разогналась, что сейчас устала разгоняться и несколько приуныла. Надеемся, что надолго, хотя эта надежда при таком высоком курсе доллара начинает стремительно таять. Потому что высокий курс доллара, понятно, что все импортное начинает дорожать. Грузооборот морских портов России вырос за первые полугодия на 10,5%. Стали больше перевозить сухих грузов, зерна, минеральных и химических удобрений, угля, кокса. В общем, рос мор, речь, флот. Они процветают. Такое крутое название компании, на радость логопедам с трудом произнесешь. Но в целом грузоперевозки выросли и для тех, кто инвестирует в это направление, может быть и вполне неплохая новость. Белоруссия заинтересована в покупке автомобильного завода «Вольво» в Калужской области. Они претендуют на этот завод, но по словам Мишустина, уже целый ряд инвесторов хотят этот завод себе прибрать потихонечку. Однако премьер-министр Белоруссии заявляет, что Белоруссия готова рассмотреть и другие активы, если российским властям есть что-то, что можно отдать в хорошие руки. Вот такое ценное предложение. Возможно, у Белоруссии какие-то были планы на завод «Вольво», например, создавать трактор «Беларусь», который будет разгоняться до сотни за 4 секунды, или какие-то иные гениальные изобретения, но вот конкуренция высокая. Продолжаю показывать мои инвестиции на инвестиционной платформе Jetland, которая позволяет инвестировать в оборотный капитал растущего бизнеса. Захожу в личный кабинет, в текущий момент имеем следующее. Доходность среднегодовая 15,5%. Здесь можно посмотреть на графике, как она шла в сравнении с облигациями, с фондовым рынком акций. И из нюансов надо иметь в виду, что вывод денег с платформы может занимать достаточно продолжительное время. Из плюсов – возможность получать доходность заметно выше доходности по депозитам и по консервативным облигациям. Кстати, под видео, по ссылке при регистрации на платформе, вы получите плюс 8% годовой доходности на первое пополнение сроком на один месяц. Попрос суперджоп показывает, что в России больше всех перерабатывают маркетологи, врачи и педагоги. Ну, по врачам и педагогам все понятно. Действительно, это печальная ситуация, когда из-за огромного объема бюрократии, ну, прежде всего, касается государственных учреждений, врачи и педагоги существенную часть своего рабочего времени занимаются не лечением и обучением, а заполнением бесконечных бумажек, планов, отчетов и так далее. Вот поскольку я какое-то время, несколько лет руководил, был заведующим кафедрой в университете, то знаю, как это происходит. Это реально печальная ситуация, как бы бесконечное количество отчетов, причем не имеющих отношения к реальности. Но это надо, это положено, иначе, если ты не заполнишь, тебя будут стучать по голове какой-то дубиной сильной. Если кто-то находится на позиции врачей и педагогов, поделитесь, так ли это. Может быть, сейчас все и поменялось, считается автоматически, искусственный интеллект сам за вас все рассчитывает и заполняет все отчеты. Если это так, я буду очень и очень рад. А вот реже других сверхурочно работают менеджеры по продажам и операторы колл-центров. Про колл-центры и так все ясно, к ним в нерабочее время не дозвонишься, а в рабочее большие сомнения, что кто-то там вообще работает. Обычно там происходит примерно следующее. Ваш звонок очень важен для нас. Подождите всего лишь 27 минут, и мы с вами свяжемся. И первый освободившийся оператор, наконец, возьмет трубку. Ну, не знаю, сталкивались с этим или нет. Килограмм лука в России подорожал до 73 рублей. Впервые за 23 года рванул резко вверх. Вырос лук. Причем таким образом, чтобы особо порадовать фермеров. Это цены на 9% больше, чем в апреле. Плакать над луком можно теперь в два раза сильнее, потому что последние 10 лет цена репчатого лука колебалась в диапазоне 30-40 рублей. А тут вот бац и 73 рубля. Долгие годы единственный лук, который беспокоил россиян, наверное, был модельный лук для соцсетей. А вот теперь и сельхозпродукт привлек к себе внимание общественности. Среди российских абитуриентов вновь стал расти спрос на обучение за рубежом. Вроде как Европа вновь стала пускать и выдавать визы для студентов. Но правда Чехия, Польша, Латвия, Литва не принимают российских студентов. А остальные уже, в общем-то, и не прочь принять. Так что, если хотели, то вперед. Можно попробовать. ЦБ заявляет, что массовый инвестор предпочитает компании, которые раскрывают свою отчетность. Они провели исследование, взяли массовых инвесторов с капиталом до 1 миллиона рублей. Средних, это от 1 до 10 миллионов. И крупных, у кого более 10 миллионов рублей на фондовом рынке. И провели опрос. Массовые и средние инвесторы предпочитают компании акций-эмитентов, которые публикуют отчетность, раскрывают ее. А вот крупные инвесторы почему-то приобретают акции компаний, не раскрывающих свою отчетность. То ли крупные инвесторы находят не публичный инсайт какой-то о состоянии компании, то ли нашли хорошего торолога, но вот почему-то покупают акции, которые скрывают свою отчетность от широкой общественности. В Минпромторге рассказали о договоренности удерживать цены на российские авто. Непонятно, будут удерживать их высокими или низкими, но будут удерживать. Кому-то держаться придется, скорее всего, народу. И Минпромторг будет тщательно оценивать уровень локализации предприятий. То есть, когда мы делаем москвич, но который на самом деле китайский москвич, то они будут смотреть, насколько этот москвич как бы обрусел или все-таки у него узкоглазость остается в широкой степени. Над этим я немного иронизирую, но чем больше локализация, тем выгоднее стране. Потому что одно дело завести целиком собранную машину, а другое завести по частям и хотя бы собрать на территории России, потому что тогда часть добавленной стоимости остается в стране, плюс организуются рабочие места. То есть, люди, которые работают на заводе сборки, они создают какую-то ценность, они получают зарплату, соответственно. То есть, это плюс все-таки. То есть, лучше собрать китайский москвич в России, чем завести полностью китайскую машину сюда. В этом плане да. Но вот Минпромторг будет пытаться сдерживать. Правда, непонятно, опять же, степень локализации, какая будет при этом нужна. Важнейшая новость. К 2075 году индийская экономика может стать второй в мире, прогнозирует нам Goldman Sachs. Вот такая важнейшая информация. На первом месте будет Китай, а на втором Индия. Поскольку они точно знают, что произойдет до 2075 года, то сомневаться никаких поводов нет. Никто же не ждет, что мир изменится за несколько лет по ходу последних событий. Но если прогноз не сбудется, найдем в 2075 году этих самых аналитиков и спросим с них четко и твердо. Путин подписал закон о программе долгосрочных сбережений для граждан. Заработает с 2024 года. И это будет программа на смену предыдущей программе государственной накопительной пенсии. Предыдущая не сработала, сейчас будет следующая, которая ожидается, что, конечно же, в этот раз сработает. В этот раз все будет иначе. Уже, по-моему, шестая или какая-то, или седьмая итерация попыток сделать нормальную человеческую пенсию накопительную. Ну а сейчас вот в этот раз очередная попытка. Нужно будет заключить договор с негосударственным пенсионным фондом, перевести ему пенсионные накопления и забыть о них навсегда. Возникает дежавю, где-то мы уже это проходили, поскольку 10 лет назад было все то же самое. Создавалась накопительная система пенсий, куда-то как бы откладывал себе на пенсию. В 2014 ее заморозили, сказали всем спасибо, кто накопил. Теперь это как бы заморожено. Сейчас хотят сделать это в очередной раз, но доверия к этой системе, скажу откровенно, на мой взгляд, никакого. Ну то есть уже много-много раз с пенсионной системой людей так или иначе обламывали, а тут будет новая гениальная система и почему-то предлагается ей доверять. Почему, я не знаю. Вот я гораздо больше доверяю собственному накоплению на пенсию, чем негосударственному пенсионному фонду, куда я вложу деньги, которые потом еще и возьмут и заморозят. Напишите, может быть вы иначе досмотрите на это дело и доверяете как раз пенсии, которые за вас будет копить государство. Я бы копил самостоятельно и лучше бы откладывал куда-то, допустим, постепенно купил какую-то квартиру, которая будет в пенсии работать на вас, или какие-то иные активы. Но тут уже насколько вы готовы погружаться, разбираться в эту тему. Активы, благо, довольно большое количество, самых разных можно создавать. Несколько дней назад выходил у меня ролик из порядка 10 инструментов, куда можно инвестировать сегодня, допустим, 100 тысяч рублей. И посмотрите, если пропустили. Экспорт алмазов в России в 2022 году упал на 24%. Добыча выросла на 4%, а экспорт упал на 24% и за санкции. Прежде всего это бьет по Алросе. Алмазы России компания, которая, собственно, активно у нас этим делом занималась. Себестоимость ремонта квартир в России увеличилась почти на 11% в первой половине 2023 года, когда нам заявляют, как всегда, инфляция 3,5%, но ремонт подорожал на 11%. И это только за полгода, обращая внимание, из-за роста стоимости стройматериалов. Более того, во втором полугодии рост цен на стройматериалы может ускориться до 15%. Поэтому, если хотели сделать ремонт, лучше делать это быстро, пока все не подорожало. Я активно работаю с инвест-ремонтом. В текущий момент у меня очередная квартира в Москве достроилась, которую я планировал делить на две студии и сдавать по студии. Для этого надо делать ремонт. И вот каждый раз делаю ремонт, и каждый раз метры растут, растут, растут. Вот сколько я этим занимаюсь направлением? Около 10 лет. И каждый год ты видишь, что цена за квадратный метр ремонта все выше, 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 выше. И почему-то ниже она практически не бывала. Бывали локальные просадки, типа вот в какой-то момент, допустим, цены взлетели особо высоко, потом через пару месяцев они немножко просели. Но это было совсем локально. А в целом, в основном, это рост. И из-за этого застройщики, кстати, стали заметно реже предлагать варианты квартир с отделкой. Кстати, если вы занимаетесь ремонтом или стройкой, напишите, обращали ли внимание, насколько, на ваш взгляд, за последний год подорожали стройматериалы. Чтобы нам официальные какие-то статистические данные сверить с реальными собственными наблюдениями. Но у меня есть для вас хорошая новость. Если вы тоскуете по поводу того, что не сможете сделать хороший ремонт, сегодня есть новый тренд. Тренд недостроя, который стал вирусным среди китайского поколения Z. Мода купить квартиру без отделки и жить в ней в палатке. Вот это, мне кажется, есть в этом что-то такое интересное. Это называется эстетика индустриального шика. Поскольку денег нет, у людей не хватает. В Китае тоже, не только в России. В других странах тоже людям не хватает. Покупка означает приобретение голых бетонных стен совсем без внутренней отделки. А потом в ней тупо поставили палатку. Вот это прикольно. Вот мы даже картинку попробуем вам вывести на экран. Там какие-то иероглифы. Я не удосужился их прочитать. Надеюсь, там не что-то матерное написано. Надеюсь, наша команда прочтет и проверит, что же там написано. У нас, кстати, был подобный опыт, когда запускали одну из квартир и не было денег на ремонт. И сдали ее просто с голыми бетонными стенами. Там рабочие проживали. Тоже, в принципе, оплачивали что-то. Они себе там коврики постелили и как-то жили в минималистичном таком ремонте. На смену популярному стилю лофт может прийти стиль турпоход. Когда застройщикам можно вводить акции. Купи квартиру в бетоне и при покупке палатка в подарок будет вам. Сбербанк опубликовал, как всегда, крутую отчетность за очередной квартал и за полугодие. У них все растет. Все цифры зеленые. Доходность растет. Прибыль, ориентабельность. Все растет. У Сбера всегда все шоколадно. В общем, Сбер, наверное, та акция, которую постоянно можно покупать, несмотря даже на санкции. Россия стала крупнейшим покупателем китайских авто за январь-май 23 года. По итогам июня лидерами стали китайские черри и, надеюсь, я не ошибусь, каждый раз ошибаюсь, Хавейл. Если правильно. Хотя мне сказали, что она переводится, это сокращение от Have All. Поимеем всех. Китайцы вот так назвали свой бренд. Но вроде как правильно Хавейл. Кто знает, кто специалист, то поправьте. Также в лидерах эксиды. Вот, кстати, у нас один из проектов. Я сейчас участвую. Мы большим пулом инвестируем в 150 эксидов, которые закупаются по довольно выгодной цене и сдаются в аренду таксистам. Интересный момент, что сейчас цены уже из-за роста курса доллара поперли вверх. А мы вроде как успели зафиксировать на большинство автомобилей старую цену. И уже прям на этом идет выигрыш. Если кому-то интересно, дам ссылку на наш телеграм-канал, где был анонс этой темы про доходные авто. Дом Клик заявляет, что новостройки на 41% в среднем дороже вторички в России до сих пор. Правда, это не касается Москвы, где разница между новостройками и вторичками всего 2%. Московская область, правда, уже разница 16%. Краснодар 16%. Воронеж 21%. Питер 21%. А в среднем по стране, если не брать крупные города, то в более мелких городах и регионах, где нет городов-миллионников, там разница еще более крупная. То есть там вот в среднем 41% разница между новостройками и вторичками. Понятно, что в таких регионах малонаселенных цены на новостройки отчасти поддерживают льготными ипотеками. С другой вид и состояния вторичного жилья, где вторичка выглядит действительно вот вторичка, оправдывает свое название, что это действительно вторичка. А большинство домов на вторичке это готовые декорации к фильмам про постапокалипсис. Но вот такая вот большая разница. Собственно, когда вы смотрите, а имеет ли смысл инвестировать в новостройки в вашем регионе, смотрите вот на эту разницу. Вторички и новостройки. Но только вторички сопоставимого класса, а не то, что какая-нибудь убитая пятиэтажка и вы сравниваете с новостройкой. Нет, там, конечно, разница будет большой. Но, что интересно, вот в московском регионе практически нет выигрыша в этом плане. Ну, особенно в Москве. Разница между вторичкой и новостройкой 2%. То есть нет смысла брать особо новостройки, когда ты можешь взять вторичку и сразу уже жить, либо сдавать ее. На этом от меня на сегодня все. Напоминаю, что у нас идет онлайн-марафон по инвестициям в бизнес. Бесплатный марафон. Много всего ценного даем. Если интересуетесь прямыми инвестициями в бизнес, по схемам займов или долей, присоединяйтесь. Ссылка под видео. Это проходит в текущий момент у нас в Телеграме. Жду вас.